Спустя почти 5 лет после ареста на пляже в Греции, россиянина Александра Винника наконец экстрадировали в США, где его считают основателем некогда крупнейшей русскоязычной криптобиржи БТС. За это время он успел посидеть в тюрьмах Греции и Франции, его адвокат погиб, упав с лестницы, а жена умерла от рака. В США ему грозит 50-летний срок за отмывание не менее 4 миллиардов долларов. Александр Винник, который с 2020 года отбывал срок во Франции, совершил за последние дни сразу несколько авиаперелетов. В четверг, 4 августа, французские правоохранительные органы отправили его в Грецию, а уже в ночь на пятницу их греческие коллеги передали его дальше в Соединенные Штаты. Из Афин Винник полетел в Бостон и далее в Сан-Франциско, рассказали в семье россиянина. Французский адвокат Винника тоже рассказал СНН, что из Греции его подзащитного тут же выслали в США. Мать Винника подтвердила эту информацию. Американские власти добивались этого 5 лет, чему Винник отчаянно сопротивлялся. 25 июля 2017 года Александр Винник был арестован на пляже одного из курортов греческого полуострова Хилки-Дики, где он отдыхал с женой и двумя сыновьями. Пришли за ним греческие силовики, но запрос на арест отправило ФБР. В Соединенных Штатах Винника подозревают в создании и администрировании биржи по обмену криптовалют ВТСИ, которая входила в десятку крупнейших криптоплощадок мира с уточным оборотом в 66 миллионов долларов. Так как биржа не соблюдала законодательства по отмыванию денег, например, там была возможна торговля с анонимных аккаунтов, то весь оборот ВТСИ был отнесен американскими властями к нелегальному. Суд Северного округа Калифорния оценил его в 9 миллиардов долларов, а в пресс-релизе Миньюста США была указана сумма в 4 миллиарда. Именно ее чаще всего и называют в медиа, когда описывают суть претензий к Виннику. Кроме того, по данным американских властей, через ВТСИ были отмыты биткоины, украденные с некогда крупнейшей в мире японской криптобиржи MT-GOX. Сам Винник говорит, что лишь консультировал ВТСИ, хотя несколько журналистов их расследований, например, журнала РБК, показывают, что его вовлеченность в дела биржи была более глубокой. Защита Винника в лице российского юриста Тимофея Мусатова избрала тактику по максимальному затягиванию процесса экстрадиции в Соединенные Штаты. Каждое решение обжаловалось в вышестоящих инстанциях, а из тюрьмы в Салониках, где Винник содержался, его регулярно возили в Афины, где располагается Ореопак, высшая ассоциационная инстанция Греции. В России было возбуждено два уголовных дела в отношении россиянина, в обоих он подозревался в мошенничестве, причем одно появилось после его заочной явки с повинной. В Греции ушли соответствующие запросы на его экстрадицию, которые были удовлетворены. Собственное дело возбудили еще и во Франции. Все три запроса на экстрадицию, американский, российский и французский, были удовлетворены властями Греции. Но греческая сторона долго не могла решить, куда же выслать мистера Биткоин, как Винника прозвала местная пресса. В итоге в начале 2020 года его отправили во Францию, где Винника обвинили в краже личных данных и вымогательстве и приговорили к пяти годам тюрьмы. За годы мытарств из тюрьмы Винник успел несколько раз поголодать. В ходе одной из голодовок он потерял более 20 килограммов. Его жена заболела раком мозга и умерла в Германии. А его бессменный адвокат Тимофей Мусатов, который благодаря своим связям даже выводил Винника в прямой радиоэфир к российскому идеологу-пропагандисту Владимиру Соловьеву прямо из греческой тюрьмы, этот адвокат весной 2020 года погиб, упав с лестницы в своем офисе. Летом 2022 года истек срок заключения Винника во французской тюрьме, после чего вновь началась череда судебных тяж по его экстрадиции. Схема получилась сложной. 4 августа суд в Париже отказал удовлетворение запроса американских властей на экстрадицию Винника в США, но его защита сразу предупреждала, что его могут отправить туда транзитом через Грецию, где был еще один действующий запрос. Так в итоге и получилось, хотя его греческие юристы встречали Винника прямо в аэропорту. В США ему по совокупности грозит срок свыше 50 лет. Американское законодательство в сфере отмывания денег достаточно жесткое. Ну и сам Винник и бывшие клиенты ВТСЕ полагают, что американские власти могут интересовать, кто из российской элиты использовал биржи для отмывания денег. В эпоху рассвета на криптоплощадке была такая услуга, как доставка наличных по Москве. Курьер приезжал и забирал деньги, а на счет клиента зачислялись биткоины. В 2011 году была запущена биржа по продаже криптовалюты ВТСЕ. ВТС – это принятое обозначение биткоина. Биржа быстро стала популярной во многом благодаря отсутствию какой-либо системы верификации пользователей. Чтобы продать или купить криптовалюту, достаточно было указать электронную почту. Но именно анонимно сделала эту биржу популярной среди кибермошенников площадкой. Так считают власти США. Через нее, например, были отмыты 530 тысяч биткоинов, украденных с японской криптовалютной площадки MT-GOX. Следует из американского обвинительного заключения. По расчетам правоохранительных органов США, обвиняющих Винника в создании нелегальной криптобиржи, с момента запуска и до закрытия биржи одних биткоинов на нем было продано на сумму не менее 4 миллиардов долларов. Американский суд наказал влиятельного американского конспиролога Алекса Джонса, обвинив его выплатить почти 50 миллионов долларов семье мальчика, погибшего при школьной стрельбе в Коннектикоте 10 лет назад. Родители 6-летнего Джесси Льюиса обвинили Джонса в том, что после его публикации, называющих массовые убийства в школе Сэнди Хук постановкой, их начали жестко травить его подписчики. Присяжные решили, что Джонс должен заплатить штраф в 45 миллионов 200 тысяч долларов в качестве наказания, вдобавок к 4 миллионам 100 тысячам возмещения материальных издержек семье, в частности, трат на личную охрану. По словам суда, смысл штрафа в том, чтобы отводить Джонса, чью медиакомпанию эксперты называют, оценивают более 100 миллионов долларов от распространения ложной информации в будущем. Мы просим вас послать очень простой сигнал. Остановите Алекса Джонса, попросили адвокаты семьи. Остановите монетизацию дезинформации лжи. Пожалуйста. Джонс – влиятельный радиоведущий, видеоблогер и владелец ультраправого сайта Infowars. Он также, кстати, поклонник российского философа Александра Дугина, от которого много чего набрался, нынешний российский президент. Он также частый гость телеканала «Царьград». После массового убийства в начальной школе Сэнди Хук в 2012 году Джонс стал распространять на своих платформах ложную информацию о том, что трагедия была постановкой, а родители жертв – актерами. За постановкой, в кавычках возьмем, по словам Джонса, стояли власти США, желающие лишить американцев права на оружие. В школе Сэнди Хук погибли тогда 26 человек, 20 детей начальных классов и 6 сотрудников. Это привело к новым попыткам ужесточить контроль над оружием в Соединенных Штатах, но в Конгрессе не набралось достаточно голосов для поддержки законодательства. Десять лет спустя, после новых массовых расстрелов в школах и других людьми местах, законопроект снова на повестке дня. В суд на Джонса подали Скарлетт Льюис и Нил Хеслин, разведенные родители шестилетнего Джесси Льюиса, убитого в школе. Разбирательство началось 25 июля и продлилось две недели. Родители мальчика подали иск против Джонса на 150 миллионов долларов за клевету и сознательное нанесение морального вреда. По словам ИСОВ, последователи конспирологических теорий Джонса годами преследовали их и психологически истязали, что многократно усугубило их страдания от потери сына. В ответ на иск Джонс не предоставил требовавшихся документов и в результате суд автоматически встал на сторону ИСОВ. В ходе последовавшего разбирательства присяжные решали лишь, сколько именно Джонсон Джонс будет платить за ущерб. Во время суда Джонс пытался дистанцироваться от своих теорий о Сэнди Хук, заявив, что он сожалеет, если его действия, как он отметил, расстроили ИСОВ. Он признал, что стрельба в школе была на 100% настоящей, как он сказал. Выступая перед присяжными на суде, адвокат Джонса назвал сообщения о стрельбе на его сайте Infowars безответственными, но при этом он настаивал, что Джонс лично не несет ответственности за действия своих подписчиков. Будучи известным конспирологом в интернете, Джонс также владеет медиакомпанией Free Speech Systems. На последнем дне слушаний финансовый эксперт оценил общую стоимость его бренда и компании в 135, а то даже и 270 до 270 миллионов долларов. По данным экономиста, в период с 2016 по 2021 годы, благодаря огромному числу подписчиков, Джонс зарабатывал по 50 миллионов в год, несмотря на то, что крупные соцсети пытаются ограничивать его деятельность на своих страницах. Эксперт Бернард Петтингелл также рассказал суду, что Джонс в 2021 году перевел на личный счет 62 миллиона долларов, принадлежащих его компании Free Speech Systems. Экономист считает, что сейчас его личное состояние, конспиролога, спрятано в неком банке. Саму компанию Free Speech Systems Джонс неделю назад объявил банкротом. Ведется расследование по факту наезда на людей, собравшихся на парад в четверг в городе Гэллоп, штат Нью-Мексико. Президент племени Навахо Джонатан Несс и его семья оказались в числе тех, кто чудом не пострадал, когда большой SUV проехал через парад, посвященный культуре коренных американцев в западной части Нью-Мексико, в результате чего по меньшей мере 15 человек получили ранения. Полиция города в тот же вечер взяла под стражу водителя и позже заявила, что он употреблял алкоголь перед тем, как мчаться по маршруту парада, который был стартовым мероприятием десятидневного межплеменного празднования столетия города. Автомобиль промчался по центру города примерно через 15 минут после начала вечернего парада на глазах у тысяч людей. Когда SUV мчался рядом с парадом, видео, размещенные в социальных сетях, показали, что люди кричали, чтобы другие убирались с дороги, а некоторые отталкивали участников парада в безопасное место. О мотивах злоумышленника полиция пока не сообщает. Ну и в штате Пенсильвания в ночь на пятницу загорелся жилой дом, в нем погибли 10 человек. Один из пожарных, приехавших тушить огонь, узнал в них свою семью. Жертвами пожара, который произошел в городе Нескопек, в 80 милях от Филадельфии, стали семь взрослых и трое детей в возрасте 5, 6 и 7 лет. Пожарный волонтер Гарольд Бейкер, с трудом сдерживая эмоции, сказал агентству Associated Press, что это были его сын, дочь, тесть, сестра жены и ее муж, трое внуков и двое других родственников. «Самое большое горе для меня, что я не смог зайти и спасти их», – добавил пожарный. Полиция считает, что пожар начался около половины третьего ночи в пятницу на пороге семейного дома. Каковы были причины возгорания, полицейские надеются установить в ходе уголовного расследования. Бейкер рассказал местной газете, что быстро узнал дом, в который его команда приехала тушить. «Я был на первой пожарной машине. Когда мы повернули за угол улицы Дэви, я сразу понял, какой дом горит, просто глядя на улицу. Когда мы подъехали, в огне было все здание. Мы пытались пробиться к ним», – сказал Бейкер. «В результате спасатели смогли извлечь тела погибших из-под обломков разрушенного дома с помощью натренированных собак. Трое взрослых, также находившиеся в здании, смогли спастись», – говорится в заявлении полиции. По словам Бейкера, его погибший 19-летний сын, то есть вот этим всем малышам, это были, видимо, внуки, 5-6 лет, 4 года. Так вот, 19-летний сын Дэйл также работал пожарным. «Погибшие дети не жили в сгоревшем доме, а были в гостях у тети и дяди», – на летних каникулах, – добавил спасатель. «Пожарные, цитирую, предпринимали смелые попытки проникнуть в здание через заднюю дверь, но обильное пламя и высокие температуры выталкивали их обратно», – сказал журналистом представитель полиции штата Пенсильвания Дерек Фалсман. Губернатор Пенсильвании Том Уолф написал в Твиттере, что скорбит по жертвам трагедии. Дамы и господа, время передачи «Стекло». Я благодарю вас за внимание, желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго, до встречи в эфире, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!